10 часов 5 минут. В эфире наша программа «Правильное воспитание», которую ведет известный детский психолог доктор Ален Геттс, автор научно-популярного бестселлера «Искусство игнорировать детей». Доктор Геттс, у нас первый звонок от родительницы из Гленбери. Нора? Здравствуйте, доктор Геттс. Привет. Что-то ты нам целых 4 дня не звонила, Нора. Как поживает малышка Фелисити? Ей лучше. Крушит все подряд? Больше нет. Пишет фекалиями на стенах? Конечно же нет. Мучает кошку током? Она стала биться головой об стенку. По-настоящему. Я пыталась ее утихомирить, но все без толку. Пригрозила от обратной ее любимую игрушку, а она только завопила еще больше и опять принялась биться головой. Юная леди, ты понимаешь, что твои действия – пример неверного воспитания, а малышка Фелисити – просто трудный ребенок. Вы хотите сказать, что не приедете? Наоборот. Я буду вести свою передачу «Правильное воспитание» из твоего дома, пока малышка Фелисити не станет послушной девочкой. Наша программа отправляется в гости. «Правильное воспитание» всегда побеждает дурное поведение. Доктор Геттс, это вы! Вы правда здесь? Нора? Да, это я, мама Фелисити. Дьявол, она опять за свое. Фелисити? Фелисити, прекрати. Умоляю, перестань ради мамочки. Ну, не при гостях же, милая. Мамуля даст тебе любимую жвачку. Нора, не надо! Уступки и подачки всегда только поощряют дурное поведение. Но если нет, она искалечит себя. Жвачка всегда помогает. Вы просто не понимаете. Нет, это вы не понимаете. Прислушайтесь к звуку ударов. Она выбрала место, которое позволяет ей добиваться максимального шума и минимальной боли, но при этом и максимального внимания к себе. Повторяйте за мной. Игнорировать, игнорировать, игнорировать. Игнорировать, игнорировать, игнорировать. Видите? Теперь она научится понимать, что вы не всегда будете реагировать на ее капризы. Бонни, дай книгу. Вам следует прочитать вот это. В искусстве игнорировать детей вы найдете все, что требуется. Я вам ее даже подпишу.